Девочка-пай Здравствуйте! Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в центре красоты Шансель. Сегодня вам будет проведен сеанс кедровой бочки и общий массаж всего тела. Проходите, пожалуйста. Проходите. Сейчас мы проведем процедуру кедровой бочки. Ельмира, расскажи, пожалуйста, а чем полезна вообще кедровая бочка? Кедровая бочка, она полезна тем, что является очень лечебной за счет состава, так как она изготавливается из сибирского кедра. Оказывает на организм оздоравливающий эффект, выводит излишнюю жидкость из организма. Появляется упругость кожи, тонус кожи, улучшается кровообращение, цвет лица. А есть ли какие-то противопоказания у нее? Да, конечно. Есть общие противопоказания. Это высокое давление на момент посещения бочки нежелательно. Также высокая температура тела, какие-либо опухоли, открытые раны. Данная процедура длится 15-20 минут. Вообще все это индивидуально, конечно, в зависимости от самочувствия. То есть можно и дольше? Да, можно дольше, но ненамного. Лишнего тоже не стоит сидеть. После бочки у вас будет душ. Примите душ, и мы начнем делать расслабляющий массаж. А какая здесь температура? Температуру можно регулировать. На данный момент температура 75 градусов составляет. То есть можно убавить, можно прибавить. Сейчас мы сделаем общий расслабляющий массаж после кедровой бочки с использованием масла. В нашем салоне есть различные виды массажа. Это классический обычный массаж, расслабляющий, который мы на данный момент делаем. Также у нас есть бразильский, самурайский, массаж горячими камнями. Также помимо массажа у нас есть различные виды обертываний, пилинги, профинотерапия, виноградное обертывание, медовое обертывание, шоколадное, с использованием ламинарии, водоросли, талосотерапия. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» На этом наша процедурка заканчивается. Дорогие девушки, будем рады видеть вас в нашем салоне «Шанцель» на наших замечательных программах. Ильмира, как тебе процедура сегодня? Мне очень понравилась. Особенно мне понравилась кедровая бочка. После нее это ощущение легкости, комфорта. Да, классно. А мне больше понравился массаж. У массажистки моей Ильмира такие были сильные руки. Я очень люблю сильный массаж. Это здорово. Я, наверное, сюда приду еще со своим молодым человеком. У них есть программы для двоих. Да, здорово. Да, я тоже буду рекомендовать студию красоты «Шанцель» всем своим подружкам. «Шанцель» – атмосфера красоты, спокойствия и расслабления. В нашем СПА-салоне вы найдете ваш личный кусочек рая. Мы высоко ценим ваше здоровье и предлагаем вам невероятно широкий спектр услуг. Таких как СПА-программы, косметология, парикмахерские услуги, маникюр, педикюр. И все это на очень выгодных условиях. Вы найдете нас в городе Уфа на бульваре Ибрагимова, 35-1. Телефон 8-937-152-21-11. Продолжается реалити-проект «Идеальная женщина». И сейчас очередное голосование, где Виктория Степанова кого-нибудь обязательно накажет. Сегодня мы проводим второе голосование на реалити-проекте «Идеальная женщина». На прошлой неделе нас покинула Ольга Меняева. Посмотрим, что же будет на этой. Давайте начнем. На этой неделе я хотела бы отметить Анастасию Мурыкину. Девушка очень интересная, харизматичная. Кроме того, на занятиях она делится еще и всем нужной и полезной информацией. Молодец, Настенька, так держать. Сейчас я вот на фотографии увидела Дарью Байгильдину. Девушка очень симпатичная, интересная. Но, к сожалению, на занятиях либо ее нет, либо она совершенно незаметна. Дашенька, если ты есть, на следующем занятии отзовись, пожалуйста. На второй неделе мне очень хочется выделить Ирину Фасахову, потому что она девочка очень мягкая. В процессе общения мне показалось, что она отличная жена, отличная мать. И у нее есть желание развиваться в других сферах, помимо семьи. Мне очень это симпатизирует, и мне хочется, чтобы она дальше развивалась, дать ей возможность такую. Знаю еще и общалась далеко не со всеми участницами. И против кого голосовать на второй неделе было выбрать сложно, поэтому пришлось пообщаться с другими преподавателями, которые чаще видят наших девочек в полном составе. И, поговорив, я выделила Дарью как более слабое звено, потому что все о ней отзываются, как о девочке очень перспективной, но хочется добавить ей активности. Поэтому, к сожалению, на этой неделе она для меня как слабое звено. Я голосую за Лену. Мне показалось, что она очень искренний и добрый человек, которую на самом деле выручить в трудную ситуацию хоть в какую бы ты ни попала. Мой голос за нее. На второй неделе голосования я голосую против Ильи, так как я ее ни разу не видела на наших занятиях и не могу сказать ни плохих, ни хороших отзывов про нее. К сожалению. На этой неделе сильным звеном я выбираю Анастасию. Здесь уже отметили ее харизматичность, ее стремление учиться всему новому. Я хочу отметить следующие качества. Открытость, лучезарность. И действительно человек, который хочет искать в себе что-то новое и открывать что-то новое для себя и самосовершенствоваться. Я знаю, что ей приходится пристраивать сыночка, чтобы вырваться на занятия с девушками. Слабое звено Дарья. Хочется, чтобы девочки были активнее, позитивнее и стремились открывать что-то новое. Поэтому берите на заметку то, что вам говорит жюри. На этой неделе мой выбор пал на Екатерину. Мне очень понравилось, симпатизирует эта девушка. Она стремится развиваться. На этой неделе я голосую против Дарьи не потому, что она слабая, а потому, что хочется больше видеть от нее эмоций. На этой неделе я голосую за Гульнарочку Ахметова, потому что она очень светлая, лучезарная девочка, стремится к совершенству, всегда ищет себя. И просто очень приятная. На этой неделе я голосую против Дарьи, так как просто я с ней не знакома. Нормально так. Как-то лаконично. Вот это жестко. На этой неделе свой голос за я отдаю Айгуль, потому что на все занятия она приходит с улыбкой и со светящимися глазами смотрит каждое занятие. А свой голос против на этой неделе я отдаю Эльмее, потому что, по-моему, она уезжала в отпуск и не ходила ни на одно занятие. Я уже говорила, что этот сезон безумно сложный для выбора, потому что даже не знаю, кого выделить как в хорошую сторону, так и в плохую. Участницы действительно очень интересные, но Регина помогла мне сделать свой выбор сильного звена. Вот сегодня все ругают Дашеньку, эту очаровательную, милую, нежную красотку. А я ее хочу поддержать, потому что вот Вика тут комментирует, что она скромная девушка. Иногда скромность украшает человека. Альбинка Фридриха для тебя. Можно я воспользуюсь правым продюсера проекта? И не буду выбирать сильный звездо на этой неделе. Лейд. Хорошо. Правда, девчонки все молодцы. Супер так держать. И я думаю, что у нас будет зажигательный финал. Я хочу подвести итоги голосования второй недели. С сильным звеном выбрали Анастасию. Настенька, молодец, так держать, но не расслабляйся. Это только начало. А слабым звеном, как бы Евгения не поддерживала Дарью, все-таки... Не поняла. Нет справедливости. Все-таки, Даша, на этой неделе выбрали слабым звеном тебя. Но не расстраивайся. Это всего лишь стимул для того, чтобы развиваться, стать более активной и заметной для преподавателей. Даша, я тебе подарю персональное занятие. И точно уже никто не скажет, что ты страдаешь излишней скромностью. Отлично. Мы с вами увидимся на следующей неделе. Всем привет. Реалити-проект «Идеальная женщина» существует уже 5 сезонов. И мы объявляем о начале 6 сезона реалити-проекта «Идеальная женщина». За 5 сезонов в проекте приняли участие более 100 девушек. 14 из них сменили нелюбимую работу на занятие по душе. 8 удачно вышли замуж. 4 уехали жить за границу. И мы решили не останавливаться на достигнутом. А что же будет у нас еще? Узнаете у нового ведущего Сергея Клима. Я часто слышу, о каком мужчине вы мечтаете? Богатым, красивым, сексуальным. А готова ли ты ко встрече с таким мужчиной? Приходи на реалити-проект «Идеальная женщина». Начни с себя! Елена Кузнецова. Автор и ведущая женских практик, тренингов, семинаров. Бьюти-студия «Муза» — это обучение по макияжу. Николаева Евгения. Косметолог с 14-летним стажем работы в бьюти-индустрии. Юлия Мэрилес. Практикующий стилист, шоппинг-гид. Елена Веденеева. Сертифицированный тета-целитель. Студия красоты «Лина Мартин». Это место, в котором творится красота. Луиза Шакирова. Астролог, психолог, который поможет вам ответить на многие вопросы. Квики-шоп — это бутик яркой, модной и современной женской одежды. Школа-студия красоты «Бэкстейдж» — это место, где работают индивидуально. МАС «Джим Фитнес» — оборудованный полной линейкой тренажеров компании «Хаймер Стрэнч». Габриэль — салон красоты и косметологии бизнес-класса с полным спектром услуг. Женский клуб «Дама Трев» приглашает милых дам на регулярные занятия. Кабаре «Стрекоза» — это бар, наполненный вашими эротическими фантазиями. Сеть салонов «Персона» — 15 лет на профессиональном рынке и оказывает более 100 видов услуг высокого качества по оптимальным ценам. Семейный клуб «Любящие сердца» — это место, где каждый сможет найти занятия по своему интересу. «Данин Би» — это секретный рецепт для красоты вашей кожи на основе корня шестилетнего красного женьшеня. Шансель — атмосфера красоты, спокойствия и расслабления. Вот и подошла к концу очередная неделя реалити-проекта «Идеальная женщина» шестой сезон на канале М-Телевизион. Нашим девочкам добавились новые преподаватели, новые интересные курсы, по которым они будут проходить обучение. Что же ждет наших участниц, узнаем через неделю. «Дэш, дэш, дэш, дэш». «Мы начинаем очередную ре... сегодня, а... нет, подожди. Оп, оп, и желания сохранились. Хорошие такие девочки, прям ох, могет, все хорошо. Желание появилось, сделали, все, респект, уважуха, Сережа, молодец». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова